Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Подложаем. Номер 71. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 20 февраля 2016 года Рождества Христова. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Он как печать какую оставил на всей стране и на церкви, на всем. И куда ни посмотришь, именно вот это все есть. Но к этому добавить надо, что ты-то 300 лет был, как ты этого не видел, что ли? Одни лицемеры. И мой царица-то говорила об этом. Кто около тебя отирается-то? Ну и дальше я говорю, что нигде в интернете не бываю, там в контакте. Оттуда, чтобы не переносили ко мне. То есть переносили, но это трудно. А вот прям сами люди ставили на форум, на наши заходили. Ну и объявление, чтобы вот читать еще тут написанное. Помогли как-то составить краткое содержание каждого ролика. Какие-то берите, где на которые указания нет, а то трудно людям разобираться. Ну и вот сказали, что у нас очень трудно на сайте, на нашем сайте. Я сейчас покажу, это где наш сайт, чтобы люди знали. Вот, это наш форум, вот видно, форум. Вот на форум сюда заходите. И вот здесь вот, как написано, новое сообщение ткнуть, вот где это показывают. И сразу на последнюю страницу. А вот здесь общий поиск. Зарядите, и все здесь будет. Много ссылок я буду делать на свой форум. Это не чужой, а наш. Вот у нас во свете Библии называется сайт православный. И вот говорят, что тут наши книги, они не читаются как надо. Вот пошел ли век, какие-то телефоны там, я вообще не понимаю, ноутбуки. И поэтому говорят, нужно сделать вот это вот. Перевести вот такие, считайте, PDF, PDF, это два, я не знаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть и даже семь. Семь вариантов. Мы не можем. Я прошу всех, кто может, зайдите на наш этот сайт, где там книги. И что можно переделать, и на меня пришлите. А я скину администрации, модераторам, и они поставят, чтобы люди могли пользоваться. Вот, еще раз показываю, где. Наш сайт, легко зарядите. В Яндексе, в Гугле, и сразу найдете во свете Библии. Вот все наши книги. Вот я нажимаю, вот они, книги пошли. Новый Завет. Вот 33 тома открытым локом. Каждый том 752 страницы. Ну и дальше какие книги есть? Вот они все здесь. И сборник стихов. Четыре тома по 800 страниц. Тоже их надо перевести. Как-то перевести. А где эти стихи еще есть? Они на первой странице даже есть. Вот они. Первый, второй, третий. Вот они. Четвертый. Перевести. Вот в эти самые формы. Я не понимаю, говорю, не понимаю, как это сделать, что сделать. Но я обращаюсь, кто может. И на меня выйдете. Каждый раз будем показывать это. И вот что написали за день. Максим Внуков. Игнатий Тихонович, мир вам. Простите за беспокойство, но мне крайне важно получить от вас совет по поводу работы. Это реализация моих талантов. Но для начала немного расскажу о себе. В основном о моей работе. То есть я когда увижу такой заголовок о работе, ну как я могу издалека давать-то? Но когда до конца досчитал, то тут совсем непростой случай. Какой самостоятельный человек. Тридисловие. Крещен был во младенчестве, но к вере в Бога меня привели мои дедушка с бабушкой. Мне тогда было примерно 12 лет. А они были пятидесятники. Но Бог так управил, что я сразу стал ходить в православный храм. Рос я в основном на лекциях профессора Осипова Алексея Ильича. Но так как мои бабушка с дедушкой привили мне любовь к Библии еще с детства, то я искал среди православных людей, которые жили бы пламенную любовь к Святой Библии. И все что-то не то, чего-то искал, сам толком не понимая чего. И вот однажды, читая очередную статью дьякона Андрея Кураева, я открываю ссылку на ваш канал. И вот то, чего мне не так не хватало с тех пор, а это был конец декабря 2013 года, я и моя жена не пропускаем почти ничего из ваших видеороликов. Живем вместе с вами, сопереживаем вам, если можно так сказать, что бы мы ни делали, утром встаем, проверяем канал, едим ли, смотрим вас, спать ложимся, смотрим вас. Ну понимаете как, вот скажет, зазомбировал гуру, гуру, зазомбировал, я гуру. Понимаете как, вот человек искал, не знающий его, не хватает, так это раз и один мне пишет. А я абсолютно уверен, что придет время, все будут это искать. Это не мое, это Бог дал, благодать Божия дала. Так отвечать, Бог дает это наитие, как ответить людям на вопросы. А отвечаю только на сайте на 4124 вопроса. И они в 55 папах расположены. Если вы что-то хотите, ну больше знать, ну зайдите на наш сайт. Вот он сайт, и вот справа вопросы. И вот здесь посмотрите, какие заголовки, если можно, Владя, увеличь, чтобы могли люди найти. Вот они где, 28. Вот они где. Вот эти вот вопросы. Это папки, это вопросы, вот они где. Вот такое, допустим, община. Вот только ткнул ее, пошли одни вопросы. Вопросы, какой номер вопроса, в каком томе. Вот что-нибудь здесь нужно узнать. Вот вопрос, какой большой, задавали там. Задавали мне, когда я вел три радиопрограммы, в пяти университетах, в 13 школах вел, академгородки, телевидение, воинских частях, милиции. Везде вопрос. А я, ослабленный слух, мне в письменном виде бумажки поступали. А потом я их тряханул, а там больше трех тысяч бумажек. Ну и разобрали, а потом я так поступали. Я говорю, любой сейчас, вот этот большой вопрос. И сразу вот он пошел ответ. Сразу. Видите, сколько ответов. Какой ответ? И он обязательно этот ответ, во-первых, касается Слова Божьего, вот это что-то я приводил где-то. Вот он. Обязательно Слово Божие. И человек, который любит Библию, он понимает, что наконец-то нашел то, что нужно. Все основано на Библии. Вот оно где. И вот этот Максим внуков. Неплохо. И дальше. Хотим выразить вам бесконечную благодарность за ваши труды. Низкий вам поклон. Вы для нас стали духовным отцом. Вот как. Не то, что ты там кадилом широкими, такой ширины рукавами машешь. А когда ты посвятил все для этого. Я их знать не знаю, где на Дальнем Востоке жили, переехали. Сейчас он будет говорить. Видите? Вот то самое, чего не хватало. Вот не хватало. Это мне пишут из Финляндии, из Англии, из Америки, из Австралии. То есть нет места, откуда бы эти же самые слова. Люди совершенно не знакомы друг с другом. И вот кого я называю, на них я знаю. Тут один издверг рода человеческого. Сразу на них ходит. И дальше начинает заливать грязью. Но ничего не успеют. Я прошу, займитесь своей душой. Когда лагерь наш оккупировали коммунисты, дети ставили с плакатами. Коммунисты, людоеды, займитесь своей душой плакат. И кричали, не заходите. Мы отбились. 15 комиссий краевых. Телевидение, ничего не могли сделать. А то один какой-то там. Один. Ну что это? Один-то. Но он набрал, как я назову, кодло патриархийное. Вы ничего не сделаете. Это правда Божия. Вам не устоять. Вы заблудили народ. Тьмою покрыли все. Православия-то нет нигде. Выдумка одна осталась. Редко-редко где услышишь. Мы хотим быть духовным отцом. Далее. Родился я на Украине в 1983 году. Но еще в раннем детстве родители мои были направлены по распределению служить. Они тогда были военные в Приморский край. О как. И так и остались там жить. После школы я поступил учиться в университет на экономический факультет. Отец мой, помимо основной работы, увлекался ремонтом электроники. И это увлечение у него плавно перетекло в увлечение установкой охранных сигнализаций на автомобиле. Это было начало 90-х годов. И это хобби вылилось в некий приработок для него. Всегда он брал меня с собой в помощники. Соответственно, это дело для меня стало понятно и интересно. Стало моим увлечением. Во время учебы в университете я начал подрабатывать тем, что устанавливал автосигнализации и различные дополнительные оборудования на авто. Просто отец начал отправлять всех своих клиентов мне. У меня это получалось. Далее это стало моей основной работой. Стал очень часто менять машины. Все было интересно. Чуть позже, после того, как я женился и окончил университет, отец подарил мне свое кафе с магазином. Кафе я сразу закрыл, оставив только магазин. А установка и сигнализация отошла на второй план. Так как не хватало времени. Но меня всегда мучила совесть за то, что в магазине у нас продавался алкоголь. И я каждый день наблюдал за тем, как впивается местное население. Просил у Бога, чтобы он любым способом забрал этот магазин у меня. Сам же я не решался убрать алкоголь. Боялся тогда родителей. Так как он приносил основную выручку в магазин. И без алкоголя магазин бы не выжил. Спустя лет шесть у отца появились крупные неприятности в его бизнесе. И он принял решение переезжать в другой город. Я тогда в свою очередь принял решение тоже ехать вслед за ним. Воспользовавшись ситуацией продал магазин, дом. Кстати, открыл для себя строительство дома очень интересным занятием. Который успел к тому времени построить машину и технику. А переехали мы с ним с находки в Ростов-на-Дону. Даже ни разу не побывав там ни разу. Только по фотографии в интернете видели. Что стало для нас ошибкой. Думал связать в дальнейшем свою работу с своим любимым делом автомобилями. Приехав сюда, мы все никак не могли привыкнуть к городу, к климату, к менталитету местных жителей. Жена моя начала очень скучать под своим родителям, которые остались при море. Для нее здесь все стало невыносимо. Все оказалось не так, как мы себе представляли, понапридумывали. Тем временем мы все же купили участок земли, построили дом. Думали, может он как-то измерит ситуацию, но нет. Работу, связанную с авто, я так и не организовал. Но получил большой опыт в строительстве дома. Пришлось изучать много материалов, изучать процесс, советоваться, изучать формы по строительству. Ездить по другим стройкам, смотреть видеоматериалы, коих в интернете огромное множество. Понимаете, вот это сродство уже заранее, с моей душой. Я всю жизнь так учился. Где бы что не увидел, не узнал, сказали там разные философы, кто-то. Но я по другой отрасли, хотя я профессиональный строитель. Я все старался до последней точки узнать. Это мне вот очень близко. Это сегодня он написал такое, ночью. Это был уже второй дом, который я построил. И я открыл для себя это очень увлекательным и интересным. Понимаете, это вообще замечательно. Интересный какой человек вышел на меня. Но все равно мы приняли решение продать дом и уехать жить в другой город. Пока дом продавался, мы съездили на разведку в Сочи, Краснодар. Оба эти города нам очень понравились. Но остановились все же на Краснодаре. В итоге продали дом и переехали в Краснодар. Снимаем квартиру, купили участок на окраине города для строительства дома. Но прежде объездили близлежащие станицы в поисках земельного участка для создания своего хозяйства. Думали сначала завести козочек, курочек, делать сыр и печь хлеб на продажу. Но быстро охладели к этому. Решили отложить этот вопрос на несколько лет, пока не обживемся. Пока не привыкнем к местности, не присмотримся. Стал вопрос о работе. Проанализировав и изучив ситуацию в городе, я понял, что при создании бизнеса в сфере установки автосигнализации и дополнительного оборудования мне придется столкнуться с огромной конкуренцией. Так как Краснодарский край за последние годы переехало огромное количество людей из самого автомобилизированного региона Российской Федерации Дальнего Востока. Соответственно, такая же ситуация в строительной сфере. Здорово. Так большой, конечно, материал. Но это того стоит. Его можно повернуть все на духовное. А я хотел найти свою нишу еще в области строительства. Огромный приток переезжих со всех регионов Российской Федерации побудил как бурному всплеску строительства жилых домов, как частных, так и многоквартирных, а также соответствующей инфраструктуры, что привело к перенасыщению желающих на этом заработать. В итоге я стал искать в какой бы другой более свободной сфере себя найти. Думали жилую открыть пекарню, печь бездрожжевой хлеб. К этому у меня тоже есть интерес и понимание. И вот, после долгих месяцев поиска, мне попалась статья одной московской семейной пары, которая организовала производство настоящего натурального мороженого. Разных вкусов, без использования всякой химии. Мне это очень понравилось. Я загорелся, помолился Богу и решил себе организовать нечто подобное. Начал изучать этот вопрос, изучил все, рецептуры, технологии производства, ездил на обучение к технологу, нашел дорогостоящие оборудования, упаковку, узнал, какие документы нужно оформить. Людей нашел, которым помогут оформить, в общем, практически все. Но как дело дошло до покупки оборудования, меня что-то останавливает. Не могу вынести задаток. Какой-то страх меня одолевает. Начинаю сомневаться. Уже два раза пытался, и прямо сердце сжимается от страха и мысли, что делаю ошибку. Пытаюсь понять, волю Божию не получается, не могу понять, молюсь. Пытаюсь понять, какой талант мне развивать. В общем, загнал себя в такую ситуацию, что нравится несколько сфер. И авто, и строительство, и производство. Чувствую, что Бог дает талант, а я не могу все определиться. Запутался я. Поэтому у меня к просьбе к вам, Игнатий Тихонович. Если есть у вас возможность, помолитесь хоть кратенько мне Богу, чтобы он вразумил меня и наставил на определенный путь. На правильный. На правильный путь. И, может быть, вам Господь положит на сердце, и вы мне что-то посоветуете. Видите, уже фактически. Я помолился, и у меня совет ему сразу же дается. Максиму. Простите меня за то, что много времени у вас отнял и беспокойно. Для меня это очень важно, и запереживание отражается на моем внутреннем состоянии. И пишет беспокойно, и он знает, что пишется зэ. С, но если без, а другие на этом играют, лишь без, покой. Вот тогда, хоть вопреки грамматике, но чтобы без не стоял, а зэ поставили. Я понимаю, где-то уже столкнулся. Я отвечаю. Ответ, Игла. Давайте сразу их... Так, подожди. Это он писал перед этим книги выслать. Я оттуда взял еще. Я отвечаю. Давайте сразу их точный адрес с индексом. Желательно, чтобы и они сами вышли на меня в моем мире. И попросили из друзья. И я им вышли условия пересылки. Жду их выхода на нас. Да. А вы бы свое фото заменили на так называемом аватаре. На так называемом аватаре. О том, не упреки, что вот воспринял, а другим с таким фото. Где не видно глаз, лица, отказываю в друзьях. Так. Максим Внуков, книги нужны для моих родственников. Это будет им подарок. Хочу, чтобы эти книги стали для них отправной точкой в деле спасения. Они часто... Я получил книги от меня, а то я более ранний материал подставил. Мне так выгодно. Они часто задавали мне вопросы, видя нынешнее состояние церкви. И мне нечего было ответить толком. А тут в книге к истинному православию все освящено. Жаловались, что не понимают... Это моя книга. Я 40 лет собирал материал. 40 лет. По всем вопросам. Жаловались, что не понимают Библию. Когда читают, они не видели ее отражения в церкви. И тут им в помощь будет трехтомник. Вот он, смотрите. Трехтомник, это вот Новый Завет с толкованием. Ему просто аналога нет. За 2000 лет этого не было, чтобы в одном комплекте с откровением вышло толкование святых отцов. А вот к истинному православию. Вот посмотрите, какие заголовки. В оглавлении. Вот сами посмотрите. Что здесь есть. Вот две. Ну а дальше это все отвечает. Вот это вот... Ну все эти книги выписал и трехтомник получил. Дальше считаем, что у нас было. У нас там в находке положение цирки было очень печальное. Священники творили, что хотели. Знай не понаслышке. Я был частично погружен в эту атмосферу. Помогал читать на клиросе в то время. И как раз в это время они тянулись в храмы. К вере хотели, жаждали. Но вместо воды живой получили воду мертвую. И отшатнувшись от этого в сторону охладели. Вот который за мной гоняется, называется священник. Вот чем надо заниматься-то. В их кладбище скотомогильник устроили в храмах. Скотомогильник. Людей-то нет мертвых. Скот дохлый. Я никогда не разумел. Был как скот, Давид говорит. А дальше пришел к погибшим овцам Израиля. А где погибший овц это скотомогильник. Вот опять у нас сошлось и на этом. А то он увидел. И остались одни со своими вопросами без ответов. Но в них теплится еще огонек. Его нужно только раздуть. И я верю, что ваши книги помогут это сделать. Это его родственники. В сетях они не зарегистрированы. И интернетом почти не пользуются. Заставлять не хочу. Надеюсь, ознакомившись с вашими трудами, они сами это захотят. И еще хотелось, чтобы они получили книги сами. Прямо от автора. Так было. Я послал. Получили. Фото на аватаре за меню. Видишь, как сразу он. Давайте адрес. Адрес. Может быть, что-то... Я теперь отвечаю уже на этот вопрос. Почему он не может купить дорогостоящие оборудования. Считай. Может быть, что-то за этим всем есть более возвышенное, чем просто построиться и мороженое продавать. Или редиску сажать. Как Ельцин Борис Николаевич говорил. Обстановка в нашем регионе будет в первую очередь самая взрывоопасная. И огонь со всех сторон уже втягивается туда. У нас спокойнее и для воспитания детей, и для неба лучшие обстановки. Просто не только трудно найти, а и невозможно, чем у нас. Все верующие и учителя в школе, и малое стадо сие. Теперь вот о нашей деревне показывают, что нужно узнать. Вот я говорю, вы просто затормозите, найдите, выключите слова такие, найти как-то на нашем форуме. Дальше. Никита Колесников пишет. Вот мне ты написал сегодня. Роман, Роман. Пожалуйста, прочтите эту новость и передайте ее Игнатию Тихоновичу. Депутат турецкого парламента принял православие и публично заявил об этом. Александрета, 16 февраля 2016 года. Вот она приняла. От такой партии, вот эта женщина. Дальше. В интервью турецким СМИ депутат от города Измир, греческие Смирна, на вопрос является ли она христианкой, Селин ответила, что действительно приняла к православию, пишет Джон Орус Селин. Родом из области Хатай, на юге Турции. Этот регион традиционно населен православными арабоязычными христианами, которые в условиях давления и репрессий со стороны турецкого государства вынуждены скрывать свою религиозную принадлежность. Какая женщина молодец. Депутат от Республиканской народной партии приняла в святое крещение в Александрете, в турецкий Искендерун, в храме Антиохийской православной церкви. Несмотря на многочисленные критические замечания и предрицательную реакцию от собственной партии, Селин не только приняла православие, но не побоялась исповедовать свою веру публично. Ничего только молиться за ее Селин. То есть она может быть как старого этого убита. То есть это вполне это может быть. Такие люди, которые что-то опубликуют или говорят, не нравятся христианство, но мы знаем как. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Познавательный и интересный скайп ролик с Александром Ветровым. Очень хочется и чаще слышать и прикасаться к вашему опыту живой миссионерской работы, который состоятельен только в общении с реальными людьми. Заочно этому не научить. Истинно так. Вчера продолжительно и душеполезно беседовали с Михаилом Домничем о толковании Слова Божьего, о практике современной христианской жизни и многом другом. Очень легко говорить с человеком, который единомысленен. Потому что почти на каждый вопрос, так или иначе, приводили друг другу на память именно ваши примеры и пояснения во свете Библии. Кстати, усошлись во мнении по свежим следам и впечатлениям от лекции отца Геннадия Фаста, что единство духа у вас, Игнатий Тихонович, с отцом Геннадием удивительное. Но есть и различия. Слушая батюшку, улавливаешь четко аромат. Он тот же, а вкус как бы теряется. То есть то, что присутствует в ваших беседах и проповедях. Дух большой ревности, однозначности, бескомпромиссности. Смотрите, как точно все это показывает. А внукову-то я дал понять, что потому, может, ты не можешь купить, что не надо покупать-то. Сначала ознакомься с нашим поселением. Не это ли вам нужно? А раз умеешь строиться, средства есть, он в один год все построит. И не козочка будет, а коровы. У него и машина есть, он знает, этот человек очень нужен был бы для потеряевки. То есть его Бог положит на сердце. Дальше. А еще вот на какой интересный фрагмент в книге отца Андрея Кураева наткнулся. Так, вот кавычки открыты. Это новое совершенно. Я вот этого сейчас, что говорить, я этого не знал. Дальше. В четвертом веке новшеством было как раз монашество. Монашество, а не то, что... Монашество, я говорю, что монашество нежизненное. Сегодня ставшее значением консерватизма. Значением? Знамением. Знаменем? Знаменем консерватизма. Само монашество пришло в жизнь церкви, как неслыханный подозрительный модернизм. Неслыханный, вопереки Евангелия. Я про это и толкую. Я сейчас покажу материалы мои, которые... История церкви помнит, какие подозрительные было отношения иерархии к первым монашеским общинам в четвертом веке. Подозрительно смотрели на это. Господь говорит, идите по всему миру, а мы замкнемся в одном месте. Идите, а мы сидеть будем. Шагайте, а мы стоять будем. Но совершенно противоположное. По сути, лишь Василий Великий, в кавычках, приручил монахов. На Литвеном вас обнимаем, поклон братьям. Дальше. Есть учение о монашестве, и оно в явном противоречии со Словом Божиим. В Святой Библии мы находим четкое определение тому явлению, что люди будут препятствовать проповеди, миссионерству и как это называется. 1 Фессалоникийцам 2.16 Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют миру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. И они исчезли. Полностью исчезли. В египетске, где был Макари, пустыни, все пустые, ничего нет. Богу это не выгодно было, не нужно это было, так сказать. И Бог уничтожил все. Одни пески остались. А то, чтобы уйти от людей, спасаться за стеной, это выдумка плотского ума, нерожденных свыше посетителей. Это я отвечаю, мои слова. И этим были увлечены самые выдающиеся умы православия. Так что, когда мне пишут, что как, где я посмел замахнуться против такой махины, то тут есть чему удивляться. Я не говорю, что монастыри не нужны. Нужны! 1 Коринфянам 7.32 А я хочу, чтобы вы были без забот, не женаты заботиться о Господнем, а как угодить Господу. Но в каком виде? В том виде, в каком они пришли к нам, какие и остались. Они принесли зло. Зло, не добро монашество принесло в том виде. Зло, это мое изречение, мой апаризм. Больше вас сто крат, чем безбожие, язычество, коммунисты, фашисты, масоны и мусульмане вместе взятые. Вот это меня никогда не простят. Я это легко докажу сейчас, докажу. Вот мое изречение. Монастыри нужны для того, чтобы не давшие обетов, обеты монашеские должны быть всюду намертво запрещены в кавычках, к скобках, и готовить миссионеров-проповедников. Лука 24.49 И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облегчетесь силою свыше. Деяние 1.8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во все Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Самария интересует ударение куда падает. Никогда не слышал, чтобы все на последний, как француз. Вот. Дух Святой нужен для того, для свидетельства. Сидите и ждите, пока Дух Святой сойдет. И назначение Духа Святого только до проповеди. А раз до проповеди, значит, оживляет человек, рождается свыше. И еще допоить, докормить престарелых тружеников на Неве Божьем. Для чего вам монастыри нужны? Филиппийцам 2.29 Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, продорожайте в вере их. Вот смотрите сейчас, я буду останавливать, а вы это как-то сфотографируйте себе. Это на нашем форуме столько тем. Тема монашества. По житиям святых и все. Вот. Дальше. Закрепить. Здесь ни одного слова нельзя провернуть. Дальше. Новость не в тягость уже. Сергей Дудин напал на Соболева и жалобу сразу в епархию. Сергея Анец бряхнул обычную для них ксиву, чтобы Юрия выгнали, как я понял, как Кураева из МГУ. А ему в этот же день из епархии или откуда к заказу провести лекцию с сектантами или противосектантскую. А Дудин его уже намертво зачислил в сектанты. Он сумасшедший попик. Вот так. Только за то, что мы с Юрием друзья. И еще вышел на меня один молодой священник и заказал все мои книги. Мгновенно в тот же день на него напал бешеный. И снова якобы и жалобу. Он свихнулся, как говорит о нем Степаненко. У него крыша съехала от злобы и бесталанности. Зависть жалкой бездарности, прелести и гордыни поповско-бесовской. Отец Андрей Кураев. Если бы епископом был я и пришел бы ко мне юноша пылкий со взором горящим и попросил апостриги, что бы я сказал вот этому юному начинающему. А я бы сказал так. Ну смотри, я готов тебя постричь монахи, но условия такие. Ты будешь живым трупом. Ты будешь живым трупом. У тебя не будет никаких человеческих прав. Политических тем паче. У тебя никогда не будет своей квартиры. Ты никогда не будешь выбирать, что ты будешь кушать. Я буду об тебе вытирать ноги. И ты не будешь иметь право пикнуть и сказать, что ты не согласен. Это абсолютно точно. Это монах. В любую минуту я могу выгнать тебя на улицу, ничего не дав и не поблагодарив. И ты помрешь с голоду на вокзале. Но имей в виду, даже если я перестану тебя считать монахом, даже в этой ситуации ты сам перестану себя считать монахом не можешь. Не можешь. Это навсегда кабала. Потому что обеты давал не мне, а Богу. И вот, если ты готов быть таким живым мертвецом, то возьми ножницы и подай мне их. У них такой вот он ползет, ползет по полу животом, а тут стоят монахи, а архиерей постригает или кто архимандрит, ножницы бросает, они гремят по кафельному полу, он ползет за ними и опять подходит по стриге и три раза бросает ножницы. Ну, такая комедия-то. А вот проходит, женился, ушел. Я пишу. Пишу юноше, говорящему, что хочет постричься монахи. А монашество разве все прочитали, что я показал на нашем форуме? Вот оно где. Тщательно исследуя все известные уставы монастырей, я написал два тома о том. Седьмой и восьмой том, открытым оком. И выявил, что монашество в том виде, какое было и есть, принесло зло большее, чем коммунизм, фашизм и масонство, вместе взятые во много раз. Нам более уже, я уточняю. Мусульманство, атеизм, это все плод монашеского безмолвия и затворничества, прямого противления словам Христа идти проповедовать. То есть они все могли обратиться, мусульман бы не было, а то два миллиарда православных были бы. Прочтите здесь обязательно. Там сплошные выдержки из житий святых. Этого материала больше нигде нет. Нигде. Нигде. Понимаете, я даю материал, нигде его нет. Вот сейчас давал, так еще. Сфотографируйте себя. Посмотрите, найдите, надавите, и вы будете на нашем форуме. Дальше. Монашество уничтожило соль, и мир захватил все. Для мира безбожного не было лучшего помощника, чем монашество. Высосшие силы из народа и погубившие за монастырьскими стенами самое ценное, смелое. Обескровило страны, эти мумии антихристианские. Понимаете, он затронул Юрию эту тему, монашество. А я сколько выставил материалов сразу? Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Книга, книга называется. Православное монашество и аскетика в исследованиях и памятниках. Айисидоров, Москва, паломник, 542, страница, 6 тысяч экземпляров, страница 524. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого предложительного действия на родонаселение. Египет скоро отпал от православия, и потом, под владычеством аравитян, почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признавать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. Это все понятно. Они уходили в песок, не давая потомства. Да ведь не со мной я прошу соглашаться. Я ведь там цитирую в кавычках из всех 1137 житей. С чем же тогда не согласен? И рядом даю. То, что Бог говорит, и эти их уставы, и поступки. Там нет выбора между православием и смертью. Там только лозунг такой и агитация. А там постоянно смерть, и она там живее их костей. Указанное прочти хотя бы из-за любопытства. И уже не вздумаешь играть с такими опасными словами, как «пойду в монастырь». Тогда уж лучше умереть дома по-хорошему. Подпишитесь на наш канал в YouTube. Благодарю, Игнатий Тихонович, за полезный материал. К слову, у вас здесь недавно близкая сестра стала этими словами играть. «Уйду в монастырь». Пришлось обратить ее к разумению и воздержанию от этого шага через священное писание и ваши материалы. Одной беседы было достаточно. Достаточно. Я пишу с нашего форума теперь. Церковь всегда одобряла монашество и попрошайничество. Вот какое. Вот на эту тему. «Монашество привито как болезнь в IV веке, вопреки Библии». Монашество. Вот оно где. Какие заголовки? Это на нашем форуме. На моем форуме. «Что побудило заняться тема монашествия?» «Что побудило?» Вот какой. Ну, можете зарядить это. Дальше. «Монашество погубило христианство и породило мусульманство». Вот где тема эта разбирается. «Житие и труды Мефодия Константина в монашестве Кирилла». Вот оно где. «Источники познания о монашестве есть. Монашество есть новоизмышленная религия, вопреки Евангелии». Дальше. «Монашество – выдумка человеческая. Монашество нежизненно, все в нем надуманное. Монашество зарыло миллионы талантов». Знали ли апостолы про монашество? Еще ссылка. И дальше. «Основатели монашества вдаль не смотрели». Это мне вопросы, которые дают, и я их отвечаю. И где найти ответ? Еще монашество разрушило институт семьи навсегда. Еще обман – главное условие при вербовке монашества. Когда же возникло на Руси монашество? Видите, какие темы уже разобраны мною. На основании житей, и все в кавычках. Там моего ничего нет. Я их в кавычках беру из житей святых из разных. Такого материала, повторяю, не было никогда за 2000 лет. Он только на моем пору, не мой материал. «Монашество основано на лжи, жило ею и оправдывает ее». Ложь. Еще монашество не вписывается ни в одну притчу Христа. Понимаете? В Святой Библии нет ни слова про монашество, а против того. Она против того. Дай. Антиевангельское монашество – человек или измыслил. Дальше. Монашество – не реформировать, а только монашество – выдумка человеческая. С нашего сайта во Святи Библии 25 монашество. Вот оно где. Когда я учился на штурмана, то у меня на корабле почти совершилось покушение. Это сегодня я дому пишу, он, Сергей, мою фотографию так сделал. Я пишу, как получилось. Я учился попутно в заочно в Рижском мореходном училище. Занимался на корме в багерской рубке. И перед самым приходом убийц зашла жена капитана Фролова. На меня на корабле почти совершилось покушение. Развешивая там белье, и у них все сорвалось. И вскоре я вынужден был сойти на сушу, то есть уволиться. И тогда босс подошел и все рассказал мне. Убийство было бы бессмысленное. У него была бабушка верующая, и жил он в Одессе. А отец был офицером. А потом он стал проводником на поездах. И как Володя был непослушный, бабушка жаловалась. И отец порол его офицерской портупеей. Через плечо какая. И он дал обед вроде бы мстить всем верующим. А как бабка уже умерла. Но в этот день один исповедник, Латыш, пришел к Еремеевым, где я обратился и попросил помолиться за братика. Это за меня. Этого моряка. Потому что очень сильно у него было беспокойство. И в этом потом мы пошли милость Божия. Он рассказал и тот день, и сейчас все было бы. Милость всегда Божия, и она так велика. То есть, когда он пришел, я пришел, то оказалось, я спросил, когда они готовились меня убить. А в это время пришел Латыш, и они молились, а он в тюрьме сидел за Слово Божие. И как раз в этот момент они молились, и в это время Бог побудил жену капитана прийти туда, и все случилось по-другому. Вот как у Бога все вымерено. Вот сегодня проповедь слышали, Бог все вымеряет. Ну ладно, идите в деревню, там где-то найдете, осел привязан. Тут можно было, говорит, договориться. Я пошлю, а ты там привяжи осленка. Но где рыба идет, кидали в небо, то рыбы не было. И вот она плывет, рыба, и Господь точно сказал бросить. И в этот момент эта стая рыб заплывает так, что вытащить небо нельзя, сегодня считали. А в другой раз как было? Нужно сколько-то, два статира заплатить. А одна рыба единственная может в море и океане плавать. И в этот момент она поплывет к этому месту, где ты бросишь червячка, и она склюет, и ты вытащишь и отдашь. Вот как сочленяется. Это Бог подгоняет к нам все. В моем мире на вашей страничке выложил фото. Вот это я ему пишу. Вот это фото 1963 года. Дежурив в Тулупе на корабле Черноморский. И два латыша, кажется, лезут бороду потрогать. От тех времен больше не нашел фото. А это такое тускло. Но видно, что я не плачу. Плачь, я смеюсь, сижу. Вот, теперь что? Владислав Марущак. В США авторы книги о семейной гармонии. Как сохранить брак. Застрелил свою жену и выложил в фейсбук фотографию трупа. Дейл Карнеги умер в полном одиночестве. Это те, которые образовали религии. Бенджамина Спока. Его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых. Спок. Это главный учитель. Все знает, как учить детей. Монте-Сори отдала своего сына в приемную семью. Чувствуя, что ее предназначение на этой земле посвятить себя чужим детям. Пожалуйста. А корейская писательница, автор бестселлеров, как быть счастливым, повесилась от депрессии. Вот надо смотреть. Вот написали. Вот они сказали. А дальше зачем кончится-то? Как Ленин будет прятаться у стульев, просить прощения? Тиран и деспот. Это все, что надо знать про разного рода тренинги личностного роста. Из эзотерических гуру, коучеров, бизнес-тренеров и прочее. И дальше. Малыш Чак. На днях Папа Римский снова говорил об Украине. Но немного не то, что представили в нескольких выжимках ведущие украинские интернет-издания. Во-первых, понтифик анонсировал участие представителей Ватикана во Всеправославном соборе на Крите весной этого года. Сказал, что готовит послание. Во-вторых, наверное, к ужасу многих в нашей стране, он опять назвал патриарха Кирилла братом и подтвердил курс на сближение церквей. И только в-третьих, высказался по поводу бурных комментариев со стороны предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука относительно его недооцененности, предательства, в кавычках, Ватикана и участия РПЦ в агрессии против Украины. Мудрый Франциск отметил, что все стандартные для украинской пропаганды лозунги из уст верного сына церкви Шевчука могут быть его личным мнением. Но война имеет слишком много причин и является следствием исторических проблем. Интересно, что все СМИ, перепечатавшие слово «экзистенциальный» и даже поставившие его в заголовки, не пояснили, что он означает уникальные переживания отдельного взятого человека или общества. Украинского общества, которое специфически видит мир. Другими словами, то, что кажется украинцем правильным, вовсе не обязательно является таковым. А церковь Рима и Папа всегда говорили «ищите мира» и продолжают настаивать на выполнении Минских соглашений. Умные люди могли бы сделать из слов Франциска правильные выводы, но только умные люди. Евгений Мурай, украинский депутат. Видите, как пишут? Надо прислушаться. Надо прислушаться. Показываю, где у нас наш мир. Вот сейчас просто сразу покажу. Вот опять кто-то зашел, Юрий там. Вот наш страничка где. Вот видите как. У нас тут и жития, и все выставляется. Вот сюда заходите. Тут очень много всего у нас. Ну и теперь надо посмотреть, что у нас тут на форуме, более ранний период. Сергей Гудков спрашивает, как победить уныние. Ну я тут отвечу потом. Александр Мохотин. Здравствуйте, отче. А не знаете ли вы случайно Архимандрита Амбросия Юрасова? Вы бы с ним из одних и тех же мест. Вы бы с ним, как я вижу. И я от него слышал о неком Игнатии, который много чего наговаривал еще в советское время на магнитные ленты, за что имел немало приключений от людей тонких и обходительных. В КГБ говорит, тонких и обходительных. Ну я отвечу дальше. Павел Явриян. Я не могу по-настоящему и искренне поверить в то, что Иисус Христос является Богом. Ну понятно, является Богом. Дальше просчитайте, что. Я уже отвечал неоднократно. Это секта иудейская и прочее. Это свидетели Игова называется. Об унынии отвечаю. Об унынии и отчаянии. От него по происходящему много говорят святые отцы. У меня есть своя наработка. Уныния от плохо сделанной работы. От плохо сделанной работы. Вот я такой вывод сделал. Плохо молился. Плохо. Не на сто процентов отдавал себя на молитве, на изучение Святой Библии. На работе, на встрече и прочее. Помню, что ты временный и скоропереходящий. Все ваши невзгоды. А дальше ответ, вот откуда Слово Божие. Бытие, Псалом, Лука, 4-й отца, 2-й Коринфянам. Видите, какой разброд. Дальше. Мохотин. Не знаете ли вы Юрасовым? Какие встречи, наши беседы, все они записаны. Вот здесь находите. Юрасов по теснамбросе. Вот все здесь есть. Дальше. Павел пишет, что не мог бы поверить, что Иисус Христос Бог. Вот я отвечаю ему. Я просто сейчас буду продергивать. Вы зафиксируйте это. Бог явился во плоти. Вот все места показаны. Иисус есть Бог. Вот откуда это известно. Я уже это показывал один раз. Ну, дальше просто посмотрите и увидите, что действительно так. Так, беда ваша в том, что вы где-то соприкоснулись, и, похоже, даже очень плотно со сатанистами, которые называют, позиционируют себя христианами, свидетелями Яговы. Но они и суть лжесвидетели под именем Яговы. Не веря написанному Святой Библии, будучи облегчаемым глазом Духа Святого, Третьего лица Пресвятой Троицы, эти давно, ставши супер-еретиками, написали жалкую и лживую книжку под именем Библии, как всемирный перевод. Святая Вселенская Церковь хранит истину во всей ее полноте, а в сектах этой полноты не было и быть не может. Ну, дальше вопрос, я отвечаю. Так, познакомился с девушкой в 2010 году, через год начали встречаться, позже жить вместе, во время совместной жизни, много было ссор, скандалов, сходились, расходились, сейчас мы не общаемся уже месяц. Что делать? Я отвечаю. Хотя бы трое суток не ешьте, не пейте, и все время усиленно молитесь, чтобы вам воссиял свет Христовой любви. Ну, а дальше вот какой ответ? Вот все места Писания. Николай Суртаев, город Москва. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Прими, брат, мои наилучшие пожелания. Помоги нам, Христос. Высылаю на ваш суд вчера законченную подборку. Не знаю, примет ли наш новый епископ к изданию. Рад буду замечанием вашим и поправкам. Смотрите ниже приложение в Word. Да. Даниил, Игнатий Тихонович, я страдаю рукоблудием в 15 лет. Никак не могу избавиться от этого. Как себя только не ругал и прищащался в сентябре. Да, он прищащался. Вот один пишет, прищащался. Придумали, прищащаяся, снимает грехи. Неделя проходит, говорит, товарищ, он опять впал в блуд. Опять идет, прищащается. За блуд ему, там, 7 лет отлученный от церкви. Проходит дня 3, опять с товарищами сблудели, сходили, там, чего они творят, и опять прищащался. Прищащался, то есть скверно церковное священие. Златоуст говорит, я тело мое лучше отдам собакам, чем тело Христово недостойно прищащающимся. Это разбойники, пираты, захватили церковь. За убийство младенца только одного аборта взяла 10 лет. Правило Василийка II. Ничего этого нет. Ничего в церкви этого нет. Какая-то это, это не православная церковь. Это просто биртеп разбойников. Во главе с главным паханом. Как себя только не ругал и прищащался в сентябре, в октябре, но было... Ну я отвечаю. Это не надо говорить. Что дальше? Так, Алексей Кли шел в Санкт-Петербург. Игорь Тихонович, приветствую Вас. Слушай Ваши ролики. Мне кажется, в них есть противоречия. Вы говорите о учителях церкви, отцах. Это все принимаю, сто процентов. И тут же Вы говорите, что у православных неправильный вход в церковь. Вы дальше прочитаете, что слишком много тут неправильных. Разберитесь. Не считаешь, что ты неправильный. Ну, покажи на деле. Дальше. Эдвард, город Пушкин. Пушкин в тумане написано. Здрасте. Вы алтайский мужик? В Беловодье бывали? Имею в виду Верховье, Катуни и ближайшие к Белухе места. Там, правда, староверы, киржаки, с которыми сложно общий язык найти. Они всех приезжих йогнутыми или ререхнутыми считают. Йогнутыми йоги. Такое мое дело до меня, был, не был, это вопрос о бабе. Ольга, Игнать Тихонович, приветствую вас. Слушаю ваши ролики, мне кажется, в них есть противоречия. На это я отвечаю. Неправильное мыслящее губит самого себя. Пример берется в одном и том же. То, как положительный, а то, как отрицательный. И дальше два, вот ответ. Еремея и Матфея, что на это говорят? Игнать Тихонович, это страсти рукоблудия. Да, я отвечаю. В сей же рот изгоняются только молитвы и постом. Матфея 17.21 и 1 Коринфянам 7.9. Самое лучшее лекарство вот это Коринфянам. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Ну, дальше ответы я отвечаю здесь. Что? Ольга Суязова, Борисоглебск. Все прошло, спасибо, молитвы нам правили. Я знаю все эти молитвы наизусть. Ну, дальше, посчитайте здесь, что. Какой ответ даю ей? И опять о чем? О том, что благодарит о молитвах. Да. Первое, крифтам 10. Не ропщите, как некоторые из них роптали. Вот два места. Ответ. Опять пишет Алексей Глешок, Санкт-Петербург. Где-то он на кладбище. Ну, дальше ответ. Вот пока, который есть, а потом отвечаю. Максим Иванов, Тверь. Прошу молитву о Рыбе Божьей Светланы. Представит операция. Алексей Мостов, Киев. Добрый день. Я сам из Киева. Не выступаю за нашу власть и здешнюю политику на Украине. Я посмотрел ваши видео, и у меня есть вопрос. Вот, я смотрел и сравниваю беседы, видео разных батюшек и старцев. Знаете, для меня, парня, которому 19 лет, все комментарии или ответы на вопросы разных батюшек воспринимаются как разные мнения и взгляды на православную жизнь. Как понять, кого служить? Ведь наша вера едина, и взгляды, мнения должны быть одни на нашу веру. Не так ли? Ответьте, пожалуйста. Спасибо, Господь. По Святой Библии проверять. Ты должен Библию знать, говорит, от и до. И дальше. Юлия Стародубова. Почему в моей жизни одни неприятности? Я одна ращу дочку. Стараюсь изо всех сил. Но тут навалила череда болезней. Только отлежали в больнице, прошло два дня, и мы снова заболели. У меня нет сил просто. Видите, о чем спрашивают где-то. А то у нее нога голая. Абсолютно. Абсолютно. Ну вот, пожалуйста. Что есть бы хотел, а то и получила. Ответ Алексею из Киева, кого слушать. Да. У меня этот вопрос возник, когда я обратился уже не от родителей, а от Евангелия, от Святой Библии. И я нашел единственную верную другу, и иду ей уже 53 года. Вот этот стих и стал для меня отправным и поворотным от прежнего. Иеремей 6,16. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите к нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. А дальше я пишу о наших ресурсах, где найти что. И дальше. Одни неприятости у женщины. Читайте ежедневно книгу Божию и Святой Библии Псалтирь. Там есть и про вас многое написано. Да, что Псалтирь, начальник хора, и вот все. Вадим, город Тула. Как мне известно, вы не очень-то расположены. Если мягко выразиться, к современному монашеству. И есть даже своя наработка у вас на эту тему. Мне казалось, что если по логике вашей вещей, вам бы надлежало радоваться, что кто-то придерживается ваших мыслей в этом направлении. Как, например, уходит из монашества в мир. Но тут вдруг узнаю, что один из близких вашему кругу еремонах размонашился и женился, стал просто человеком, а не ангелом. Так монашеский чин и называется ангельским. И вы на него, хотя и заочно, но так обрушились, как будто он что-то ужасное сотворил. Но у него началась нормальная семейная и полезная для церкви жизнь. К примеру, если вы были антикоммунист, и если кто-то из знакомых вам коммунистов покидает эту партию, вам это же приятно. Почему здесь этот принцип не сработал? Потому что перед Богом, перед Богом данное обещание. Я против обетов, но если уже дал, умри, но выполни. Бог на небе, а ты на земле смотри, чтобы он не разрушил все твои дела. Так говорит Библия. Ответ ему. Потому что я строго за самые серьезные отношения человека с Богом, Творцом и за ждителем всего сущего. Да, я действительно против того, каким пришло на Русь монашество. Но я за монастыри, только не в том виде, какие они есть, а чтобы там могли быть те, кто посвятил себя полностью для Бога и не обременен семейными узами, переполненными скоробями и лишениями. А дальше ответ, вот он где. Первое коринственное, потом. Чтобы не давали никаких таких вечных обетов, а чтобы было, как Марфа Мариинской обители у святой Елизаветы, родной сестры царицы Александре. Без обетов. Полюбила солдата или офицера раненого, за кем ухаживала, благословилась у своей в имени и вышла замуж, не нарушая никаких обетов безбрачия. Вот тут это в чистом евангельском духе любви все. Дело в том, что при пострижении монашества существует целый каталог обещаний. И все это закреплено торжеством и молитвой и прилюдной так же. Даже. Я не за то, чтобы нарушали слово, данное Богу, а не игумену только. Ну и дальше я отмечаю вот откуда. Прочитайте мне места это. Почему я так поступаю? Тут очевидно речь идет об иеромонахе Нафанаиле Николаевичу Судникове. Да, он был весьма близок мне. Многу меня научил по компьютеру. И я ему обязан очень и весьма. Что до 8 тома открытым локом он вел верстку и прочее всякое. Он ас в этом деле. Но потом его занесло, ушел к старостильникам греческим. Объявил безблагодатными. То есть не церковью, не только Московскую Патриархию, но и РПЦЗ. Второй раз, видимо, обновил монашеские обеты уже у старостильных веков, куда попадался. Многое про это написано у меня в 19 томе открытым локом. Подался, подался, то есть пошел. И вот я отвечаю Слово Божие. И потом... Вот почему я категорически против нарушения обетов монашеских. Уж если взялся за гуш, не говори, что не дюж. И как знаю, никогда не будет счастлива та, которая взяняла место Бога у этого щепенца и клятвопреступника. А то, что он сейчас хорохорится, отрезал косичку, это никакой роли не играет в его плачевном и жутком положении. Тут еще нужно добавить. И не менее страшное. Ни в одном храме ни один священник не отважится венчать этого клятвопреступника. Брака нет. И дети будут выблядками. Как в старину называли этих Суразов? Суразов. Суразов. И он блудник стопроцентный и таким умрет, если не прекратит беззаконное сожитие. Тут вариантов вообще не было никогда в течение 1600 лет. Шестой Вселенский Собор, правило 44. Монах, облеченный в любодеянии или поемший жену в общении брака и сожития, да подлежит по правилам епитимии блудодействующих. Это 4 Вселенский Собор, 16 правило, Анкирский, 19 правило, Антиспасилия Великого, 6, 18 правило, 60. И когда он отошел от нас и стал лягать и бодать меня, я сказал, что это предсмертные судороги, и он уже безбожник и будет лютым волком. Что и сбылось сразу же. Сразу же. Все ложь и обман. Ямщик, не гони лошадей. А про коммуниста? Так там не было обетов. Вот если бы этот монах был без обетов, то и говорить не о чем. Только бы пожелал ему счастливо воспитывать себя, жену и детишек побольше. А мне теперь только оплакивать его всю оставшуюся мою жизнь. Он мне так близок был. Жил, пил и ел со мной за одним столом. И работал, и его имя на книгах. И в книгах моих осталось, как голову на камне. Были такие, которые сами приезжали ко мне и просили совета перед снятием с себя сана и попранием монашеских обетов. Что же делать? Мой совет выше. Крепись и донеси крест, но обетов никогда и никак не нарушай. Ну дальше мое стихотворение. Вот я просто показываю, где просчитаете, если вам понравится. Не понравится, а промелькнет. Дальше. Каждое стихотворение у меня по 9 купли, это 36 строчек. Тормознете и увидите. Евгений. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Пишет вам студент 4 курса экономического факультета. Когда-то у меня было желание поступить в семинарию. Сейчас склонен к тому, чтобы не поступать в семинарию. Но хочется изучать слово Божие. Можно приобрести у вас все книги, но хотя бы с полцены. Я постоянно смотрю ваши видео. С полцены. Моя цена и так в два с лишним раза меньше государственной. Ответ. Изданные мной книги всего в несколько тысяч экземпляров и больше, чем вторым изданием еще не выходили. Цены на издания фантастические и космические. Все издаю в долг, беря суммы. И из изданного мной около 90% бесплатно. Отдаю, дарю в библиотеке всего мира. Да еще и сам развозил их до Лиссабона, Скандинавии, Прибалтики и до Владивостока и до Порта Находка. И то, что в остатке, продаю крайне заинтересованным. Эти книги идут в два с половиной раза дешевле их цены нынешней. То есть я теперь повысил уже лучше. И что? Да мне легче отдать, чем снижать полуцену вдвое еще. И просить понизить цену еще, значит насмехаться над автором и издателем. Просто на выброс. И кроме того, все мои 38 книг выставлены на нашем сайте. Во свете Библии их можно скачать, что и делает нуждающаяся Владимир Литвинов. Уважаемый Игнат Тихонович, 7 декабря, Новый стиль. Среди других отмечалась преподобная Мастридия. Ознакомление с ее житием привело к сильному недоумению. Можно провести аналогию между ее поступком и тем, о чем говорится в пунктах 22-24 правил стихопостолов. К тому же, Бытие 1.28, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. Из жития не следует, что брак по любви был невозможен. Я высказал свое мнение, что ее поступок это сумасшествие. По крайней мере, не как образец для подражания. Батюшка на это ответил, что я нахожусь в опасном духовном состоянии. Прелесть да гордыня, прелесть гордыня, прелесть гордыня сразу. Может, я правда что-то не то сморозил? Не могли бы вы прикомментировать эту ситуацию, Владимир? Дальше. 24 ноября, 11 век, память преподобной Мастридии. Ну дальше я прихопережу, что она была, как она жила, как что. Вот. Вот она где. Юноша один к ней приставал, и она его позвала к себе. Ну, вышла ее служанка и говорит, зовет. Юноша с радостью пришел к ней. Думая, что она согласится на его нечестивое желание. Мастридия, когда вошел к ней юноша, занималась тканем полотна и спросила его. Зачем ты, брат, доставляешь мне столько огорчения и печали, что не даешь мне даже сходить в церковь? Поистине, ответил юноша, я очень люблю тебя, и когда тебя вижу, я весь бываю как бы огненный. Что же ты видишь во мне? Спросил юноша Мастридия. Я вижу очи твои настолько прекрасными, сказал юноша, что они прелещают меня. Святая Дева, услышав, что ее глаза прелещают людей, челноком, которым ткало полотно, то сейчас же проколол в себе глаза. Юноша, увидев себя, ужаснулся. Когда же он разумел, что святая Дева совершила себе поверенности ко Христу и ради спасения ближнего, своего от соблазна, на него нашел страх Божий, и он раскаялся. Отправившись в скит, юноша облегся в черной одежде. Даже понятно, в церковь. Мастридия окончила жизнь, рассуждение апостольские правила. 22. Сам себя оскопивший, да не будет принят в клир, ибо он есть самоубийца и враг Божьего создания. 23. Если кто от клира оскопит себя самого, да будет удержан. Дальше что будет? Ибо он убийца. Дальше... Трижды тут говорится, что это именно оскопивший, а не просто о членовредительством. Так рассказывает Толстого, отец Сергий, отрубил себе палец, но за это даже не извергает и сана. А тут все иначе. Это наиболее важный и менее всего защищенный орган. Потому за проникновение в эти двери такие строгие законы в любом государстве караются смертью. Ну то есть это, я говорю о совокуплении, о соединении мужских и женских органов. Матфея 5.29, если же правый глаз тебя соблазняет. Ложа поднятая фраза. Говорит не о членовредительстве, а о духовном. Блажен на феофилакт. Ну слыша о глазе, руке, не подумай, что здесь говорится. А о том-то прочитайте. Здесь говорится о людях, которые любим бережом. И подводить к апостольским правилам этого не позволит никто здравомышлящий. И еще более неподходящий поступок девушке подводить к Бытие 1.28. Потому что есть другие места писания. Ни о каком замужестве тут не могло быть и речи. Ягненок и волк. Рожки да ножки. Но выкалывать себе глаза этого не следовало делать. Можно было выехать в другое место или ходить с охраной, или попытаться его обратить в христианство. Так что ваше рассуждение тут неверно по всем пунктам. И батюшка ваш абсолютно прав. Передайте ему от меня поклон и мои позывные. Все понятно, с батюшкой какой разговор. Я не признаюсь священства. По поводу преподобной Мастриди от Владимира Литвинову Лапкину. Уважаемый Игнат Тихонович, благодарю вас за ответ. А так как вы дважды мне написали, то я еще раз благодарю. Я очень рад, что вы со мной поговорили. Хотя ваш ответ для меня огорчителен. Но это лучше, чем если бы я везде и всюду оказывался прав. Мне придется переосмысливать свое мнение в этом случае. Я подумал, что нельзя Богу служить членовредительством. Но, видимо, бывают исключения. Я подумал, что в перспективе была возможность создания семьи. В перспективе. Ведь он говорил о любви. Почему надо думать, что тут одна похоть? Но, возможно, преподобная видела иначе. Я подумал, что как образец христианского подвига для подражания, молодым девушкам выглядит отталкивающим. Господь осветил своим присутствием именно свадьбу. Но не могу вспомнить, у меня полгая память, в каких местах Евангелия можно трактовать пользу девства безбрачия. Знаю, что спорить не должно. А это я написал для уточнения того, что хотел сказать. Завтра попробую показать ваш ответ батюшке. Вот батюшке он покажет, что батюшка обо мне будет говорить. Как этот гоняется, который за мной. Он поймет, что ответ правильный. И правильно я его послал опять к батюшке его примириться. Сергей Ахтубинск. Здравствуйте. Я вижу, что вам много вопросов задают. Так вот, у меня один вопрос. Как определить, в чем мое предназначение? Я чувствую, что Дух Святой меня направляет на веру и служение Господу. А мое животное начало мне мешает в этом. Так вот, сам вопрос. Как мне оселить над этим животным началом и укрепнуть вере? Юрий Грачев, Томск. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. В 1997 году был в вашем лагере в группе детей из Енисейска и Лесобириска. И очень понравилось. До сих пор часто вспоминаю. Дай Бог вам успехов в трудах. Спасибо за дело, которое вы делаете. За возрождение и укрепление веры и русского духа в людях. Сам с трубкой. Томск. Он был в лагере. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Был в лагере. А табаку курение? А я табаку курение, вот, дальше говорю, он с трубкой есть. Видите, показался. А теперь табаку курение, посмотрите, сколько материалу сразу закидываю ему. Просто посмотрите. Это к истинному православию, там оно есть. Просто, ну, видите, какой огромный материал. Это я все сам печатал. Сколько я печатал, ужас один. Целые книги. Златолусы 12 томов навострился перепечатать, когда насчитал. Вот. Дальше. О чем? Так, как определить свое назначение? Ну, назначение, вот это назначение. Раз, два, три, четыре места писания. Читайте. И вам назначение. Василий Вобятко. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Скажите, как быть, если человек упорствует в ереси? Титу 3.10. Василий, это. Игла. Сначала нужно абсолютно достоверно убедиться, что обвиняемый именно в ереси повинен. Не самому решать, а на основании Святой Библии, канонов Церкви Христовой, апостольской, трудов святых отцов и житей святых. И тогда можно обнажить меч духовный, на котором вот что написано. Титу, послание 3.10.1. Вот одна Виолетта Ткаченко много пишет. Я просто покажу где. Считать это никак невозможно много. Еще. Игнатий Тихонович, вы говорите, что писание состоит из 77 книг. Вопрос. Хотелось узнать хронологию и название всех книг. Второе. Насколько важно знать писание в целом? Дальше. На такие загогулины модераторы, администраторы отвечать всем одинаково. Когда нет ни имени, ни фамилии, ни фото, отвечать некому. Не на три же буквы давать ответ. И тратить драгоценнейшее время свое. Дальше. Людмила Сидорова-Казань. Доброго дня. Помогите разобраться, кто есть кто. Кому верить. Просмотрите, пожалуйста, видео. Ну, какое-то видео здесь. Я не знаю, смотрел, не смотрел. Я не видел, что поднимал палец, нет? Нет еще? Сейчас понял. Уже? Ну ладно, давай еще прочитаем. Ольга Полтава, Игнатий, спасибо вам за ваш труд, во славу Бога. Хотелось бы иметь такого человека с своим другом. Не просто не с кем говорить на духовные темы. А если и говорю, то не нахожу взаимопонимания. Отвечаю. Ответ. Нас никто не ставил выносить какие-то решения. Голубые или красные. А это по видео, это по ролику. Ну, узнал, сказал. Да так ли еще сказано. А дальше-то что? И этот говорящий ведь не пойдет в мир для благовестия и работы среди самых покинутых. Так что лучше заниматься тем, о чем будем спрошены на Суде Божьем. Ну, дальше. Это ответ, на мои есть которые. Игнатий Тихонович Мировым, скажите, пожалуйста, вы случайно читали книгу Веника «Почему я верю в Бога?» Если да, то интересно ваше мнение о ней. Сам я читал давно, но многие интересные моменты стали... Книга, ролик, да у меня вообще половина даже не посмотреть. Это невозможно. Вопросы-то какие? Книга, ну, книга есть еще, делай решение по Библии, смотри. Дальше. Так, Вятка пишет Василий. Спасибо за ответ, Игнатий Тихонович. Вот слышал, что экуминизм этой ерести Московской Патриархии еще с 1961 года состоит в еретическом всемирном свете церквей. Как тогда относиться к духовенству Московской Патриархии? Как к еретикам? Я пропустил их. Кто-то в точном ерести, не знайте. А кто точно в ерести, не знайте. Но остальные там, может, и не виноваты. Дальше. Иван Белый. Как вы относитесь к мормонам? Общались ли вы с американскими историческими мормонами? Дальше. Как вы относитесь к мормонам в ответ? Как говорят исследователи, что будто бы число разных сект ерести уже подошло к цифре 21 тысячам. И из тех, кого знаю, ни одно название так не противно, как мормоны. Как будто булькающая в парашу давняя Блевотина. И зачем они говорить? Один из моих дальних знакомых был у них старшиной. И потом вернулся, теперь руководится Осипом Александром Ильичем. Бесовщина. Николай Суртаев. Игнать Тихонович, исследуйте эту подборку. Ее я составил по вашему методу. Ваша книга к истинному православию. Моя вторая настольная книга. Игнать Тихонович, ваше мнение? Меня чуть из храма не выгоняют за поклон перед чашей праздничные воскресные дни. Так, а где же сама подборка? Ее не получал и не видел. Ну, вот то, что все на этом вошло. Слава Христу вовеки. Благодарю Никитину. Спасибо Христову. Субтитры сделал DimaTorzok